Довольно курьезный случай произошел ненавненно с группой Red Hot Chili Papers в белорусском аэропорту. Местные товарищники позвали музыкантов в свой кабинет и просили подписать несколько дисков и плакатов группы Металлика. Чё? Первая новость достаточно интересная, как минимум тем, что она не из мира музыки в принципе. Это новость компании Apple. Наверное, многие слышали о том, что они подали патент, или как это называется, на технологию, которая будет препятствовать снятию камеры концерта и всего последующего. Ну, как вы, я думаю, видели много раз на концертах есть вот эти вот фанаты, которые мешают людям получать энергию, мешают группе отдавать эту энергию. И что вот это вот? Ну что это? Зачем? Тем не менее, мне интересно вообще, как работает эта технология и в какой смысл. То есть я понимаю, что можно, допустим, препятствовать, ну, телефонной связи, да, не поставить вышки, или интернет-связи, но камеры же работают по-другому. Хорошо камер. А GoPro? Сейчас всё больше и больше GoPro на концертах, как они с этим будут бороться. Но тем не менее, интересно. И вначале я сказал, что новость в принципе не от музыки, но тем не менее, Apple во многих вещах довольно была инноватором всё-таки. iTunes в своё время, iPod и так далее. Да и вплоть до того, что она устраивает свои фестивали, конечно, весьма коммерческие, весьма с коммерческими личностями. Но тем не менее. Вот как-то так. Поехали дальше. Ещё одна легендарная группа, ещё один легендарный прощальный тур. Очередная группа объявила о распаде, Aerosmith. 46 лет существовала группа, и недавно в интервью Стивен Тайлер, вокалист группы, сказал о том, что они готовят их к прощальному туру. Думаю, для нас, когда мы слышим слово прощальный тур, мы вспоминаем группу Scorpions, которая делает прощальный тур уже сколько? Они уже альбом выпустили новый, между прочим, ещё до последнего альбома они обещали о распаде. Но ладно, будем говорить трезво. Наверное, самая большая проблема, конечно же, о том, что группы распадаются, и это плохо. Но, с другой стороны, они дают дорогу новым группам, потому что, ну как ни крути, такова жизнь. Но если быть реалистом, то главная проблема этих концертов – нехватка денег в твоём кармане. Где взять деньги? ACDC, Black Sabbath, Aerosmith. Ну ладно, на концерте Scorpions можно сэкономить, они ещё раз 100 приедут. Но камон! Не брай же сидячие места и смотри в бинокль. А теперь две новости из мира Металлики. Первое, думаю, все уже слышали о том, что практически представлена официальная дата релиза, 14 октября, о выходе нового альбома. Даже не хочу обсуждать это. Всё сказал о прошлом выпуске. Но второе о том, что группа стала новым лицом бренда Бриони, итальянской одежды и солнцезащитных очков. Ну а теперь немного про деньги. Недавно с аукциона ушла любимая гитара Принца за 137 тысяч долларов. На самом деле аукционы – достаточно интересная вещь. Я недавно, когда читал эту новость, наткнулся на том, что на аукционе продали волос Дэвида Боуи. Если быть, в принципе, немного приближённым к этой теме, то это инвестиция. Сейчас они купили гитару за 137 тысяч, а через 5 лет, а через 10, она будет в два раза дороже. Хотя я уверен, что это уже была какая-то ступенька инвестиции, потому что уверен, что до этого гитарой владел точно не Принц, и, скорее всего, он купил, когда ещё Певет был жив. И, как это бывает, после смерти вещи становятся ценнее. Последнее время мне пишут, что новости, которые я затрагиваю, достаточно из узкого круга музыкальных предпочтений. Без проблем, расширяем. На недавнем концерте Певет с Джастин Бибер упал. Я процитирую, что он ответил на это. Ничего страшного, у меня кота 9 жизней. Осталось 8. Но коты – это хорошо. Ну а закончу я выпуск на черной ноте. Рэпер 50 центов обанкротился. Недавно суд был закрыт, и в размере 23 миллионов он выплатит свою сумму в течение 5 лет. Вот как-то так. Удивлены, что он обанкротился? Я тоже. Вам интересно, почему? Нет, вот и мне. Ну а это все новости, которые я подобрал за эту неделю. Как всегда, я не стараюсь делать передачу слишком длинной, добавлять какие-то ненужные новости. Вы все сами прекрасно читаете в социальных сетях. И я думаю, все новости, которые я сегодня рассказал, вы уже знаете. Поэтому я просто делюсь своим мнением, как и всегда. До новых встреч. Да-да, представляете, он обанкротился. Все впустил на кокс. Я люблю кокс. Рокси тоже любит кокс. И-и-и. Что ты ты меня смотришь? Я нормально, я просто пытаюсь шутить. Не получается.